Для артистов театральной студии «Крылья» военно-патриотическая тема – одна из ключевых. Все, что связано с историей Великой Отечественной войны, для них свято. К эстафете, салют победе, они подготовились очень серьезно. Гости с порога могли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда. Сегодня, так как наше мероприятие посвящено блокадному Ленинграду, мы раздаем хлеб, как в блокадном Ленинграде раздавали на целый день, 125 грамм. И мы угощаем наших гостей хлебом таким же. А в Актовом зале гостей ожидала насыщенная концертная программа, которая началась с показа документально-художественного фильма «Михаила Ильина. Мы хотим жить». В Жаворонках немало живых свидетелей того страшного времени, тех, кто не понаслышке знает, что такое блокада. Некоторые из них и стали героями проникновенной киноленты. А продолжился концерт литературно-музыкальной постановкой «Этот город в огне» в исполнении Народного молодежного театра «Крылья». В ней приняли участие около полусотни артистов. Некоторые из которых вышли на большую сцену впервые. Мамочка, ты лежишь в земле, ты умерла, ты успокоилась навсегда. Я мучаюсь, я страдаю, страдаю сотнями и миллионами советских граждан. У нас пусто в желудках и полно мучений в сердцах. Господи, когда же все это кончится? Несмотря на свой возраст, юные артисты смогли передать жесткую атмосферу военного времени. В театрализованном представлении также были задействованы фрагменты из документальных фильмов о блокаде Ленинграда, патриотические песни, танцевальные композиции, оригинальные световые и музыкальные решения. «Очень хотелось дать современную музыку, современный подход. Нашла вот эти песни Кипелова, Сплин, то, что понятно молодежи. Потому что мне хочется все время то, что мы делаем на 9 мая, достучаться до молодых. До ребят, которые часто приходят с жвачкой, с попкорном, которым вроде бы ничего не надо. И вот если мы их пробиваем, это дорогого стоит». Театральную постановку высоко оценили зрители, в том числе глава жавроновского поселения Светлана Дэйвис и начальник отдела социального развития администрации Одинцовского района Наталья Караваева. Гости не могли сдержать слез. Так подействовал на них проникновенный спектакль. А после концерта состоялась торжественная передача символов победы в следующее поселение – город Одинцова. «Принимая эту эстафету, мы также будем с честью нести ее через весь город. Мы уже это делаем во всех наших школах, рассказывая связи блокадников, жителей, дай бог здоровья, и школьников наших детей, чтобы они понимали, что эту нить нельзя ни в коем случае разорвать. Поэтому мы вас приглашаем 5-го числа в 14.00 на такой же концерт, который готовим сейчас». Эстафета «Салют Победе» – это еще одна возможность напомнить жителям Одинцовского района о великом подвиге, который совершили советские солдаты ради сегодняшнего мирного неба над головой. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.